Тысяча участников из 20 стран мира. На международном форуме инженеры будущего 2015 достойно выступили сотрудники Севмаша. Мероприятие прошло в пятый раз. Пригласили представителей крупнейших промышленных предприятий и университетов. На неделю пригород Челябинска превратился в слет представителей крупнейших российских и зарубежных машиностроительных предприятий. Шесть работников Севмаша вошли в команду Объединенной судостроительной корпорации. В прошлом году ездили на форум впервые посмотреть формат. В этот раз представили свои проекты. От малошумного дроссельного устройства до инновационного проекта школы инженера. Он уже два года реализуется совместно с 17 лицеем. Этот проект заключается в поддержке инженерами, школьников и направлении их именно на работу в судостроительной отрасли. Чтобы они не уезжали из города, а находили себя именно здесь. Форум проходит в формате соревнования по рейтинговой системе. Каждому участнику команды начисляются баллы за выступления, организацию круглых столов, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Но здесь не только соревновались, но и получали бесценный опыт. Северодвинцам особенно запомнилось присутствие команды Автоваза. Именно они, по мнению заводчан, представили самые интересные доклады и проекты. Кстати, по итогам форума команда российского автогиганта заняла третье место. Они такую тему интересную преподавали и рассказывали нам на своих лекциях, как бережливое производство. На самом деле, вот этого направления очень не хватает на предприятиях отрасли судостроения. Ну и кроме всего прочего, они привезли с собой свои экспонаты. То есть у нас была возможность посидеть в модельной линейке Автоваза. Как говорят сами организаторы форума, инженеры будущего превращаются в международную площадку технической элиты. Об этом свидетельствует география стран-участников. Например, из университетов Индии, Гватемалы, Иордании и Латвии. А для многих российских делегаций пребывание на форуме подтвердило – Челябинск – город суровый. Климат горный, то есть буквально менялась температура, вот с точностью до наоборот. Вот только что было тепло, жарко, все футболочки одели. Соответственно, в палатке пока все дошли до места приема пищи, там где позавтракать можно, ну либо на лекцию, стало холодно. Команда ОСК заняла 15-е место из 320. Кстати, в личном зачете двое работников Севмаша вошли в десятку сильнейших. Пальма первенства второй год подряд принадлежит Росэлектронике. Артур Ромих, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска.